Ситуацию в регионе и реализацию достигнутых договоренностей обсудили лидеры России и Армении в ходе встречи, прошедшей накануне в Москве. Владимир Путин и Никол Пашинян уделили особое внимание вопросам региональной безопасности, реализации заявлений по Карабаху, а также взаимодействию в интеграционных объединениях. В ходе переговоров было отмечено, что Россия играет ключевую роль в обеспечении безопасности в регионе. Между тем, попытки Пашиняна еще больше сблизиться с Россией политологи расценивают как игру на два фронта. Пашинян – прозападный политик, уверены эксперты. Переговоры Владимира Путина и Николы Пашиняна посвящены всему комплексу российско-армянских отношений. Конечно, Владимир Путин знает, что Николы Пашиняна является в душе проамериканским и проевропейским политиком. И тоже пытается контролировать эту ситуацию, чтобы не удалось Пашиняну повернуть Армению на антироссийский босс. В ходе вчерашней встречи можно было заметить холодное отношение Путина к Пашиняну. Заявление российского лидера демонстрирует, что политическая элита страны не доверяет армянским правительственным структурам и нынешнему руководству. Россия прекрасно понимает, что руководство Армении применяет политику двойных стандартов, а Никол Пашинян является так называемым потомком западных империалистов. Пашиняну необходимо объяснить, насколько важен мир в регионе, уверена политолог Дарья Гривцова. Сейчас Армении следует отказаться от реваншистских настроений и поддержать шаги по демаркации и делимитации границ. Как мы знаем, Армения уклоняется от исполнения принципов и условий, которые были записаны в соглашении от 10 ноября, и старается делать все по-своему, тормозя работу, тормозя разблокировку коммуникаций. Поэтому Владимиру Путину так важно встретиться с Николом Пашиняном лично и с глазу на глаз обсудить все вопросы. Напомню, что встреча российского лидера и главы армянского правительства предшествовал телефонный разговор, состоявшийся 7 октября. В ходе телефонных переговоров они обсудили ключевые вопросы двусторонних отношений, а также обстановку в регионе Южного Кавказа. Шамистан Мамедов, Эсмир Алиева, CBC.